Некоторые вопросы, имеющие отношение к поминанию Аллаха и обращением к Нему с мольбами Ниже приводятся выдержки из книги выдающегося ученого имама Ибн-Аль-Кейяма Аль-Джаузия Аль-Уабиль Ас-Саиб, где он говорит о пользе поминания Аллаха Первое. Поминание удаляет и подавляет шайтана Второе. Поминание угодно милостивому Третье. Поминание избавляет сердце от озабоченности и печали, приносит ему радость и ободряет его Четвертое. Поминание укрепляет сердце и тело Пятое. Поминание озаряет сердце и лицо человека Шестое. Поминание способствует получению человеком своего удела Седьмое. Благодаря поминанию человек испытывает благоговение перед Аллахом и ощущает сладость и свежесть веры Восьмое. Поминание становится причиной любви, которая является духом ислама, стержнем религии и необходимым условием счастья и спасения Пусть же неустанно поминает Аллаха тот, кто хочет добиться его любви Девятое. Поминание внушает человеку богобоязненность В результате чего он проявляет искренность и начинает поклоняться Аллаху так, будто видит его Тот же, кто пренебрегает поминанием, искренним не станет Десятое. Поминание способствует возвращению к Аллаху Одиннадцатое. Поминание приближает к Аллаху, и чем чаще человек поминает его, тем ближе к нему становится Двенадцатое. Поминание открывает перед человеком одни из великих врат познания, и чем чаще он поминает Аллаха, тем больше знания приобретает Тринадцатое. Оказывая сильное воздействие на сердце, которое пребывает с Аллахом, поминание внушает человеку глубокое почтение и страх перед его Господом, чего нельзя сказать о том, кто поминанием пренебрегает Четырнадцатое. Поминание станет причиной того, что и Аллах вспомнит о человеке Ибо в Коране сказано, так помните же обо мне, и я вспомню о вас. Сура корова, аят 152 Пятнадцатое. Поминание дает сердцу жизнь. Шейх Улислам ибн Таймия сказал Поминание для сердца, что вода для рыбы, а каково будет рыбе без воды Шестнадцатое. Поминание является пищей для сердца и духа Семнадцатое. Поминание способствует очищению сердца от ржавчины Нет сомнений в том, что сердце может покрываться ржавчиной или налетом, подобно меди, серебру и прочим металлам Удаляется же эта ржавчина с помощью поминания, после чего сердце становится похожим на чистое зеркало Когда человек прекращает поминать Аллаха, его сердце скрывается за ржавчиной А когда возвращается к поминанию, оно эту ржавчину удаляет Сердце покрывается ржавчиной по двум причинам Из-за небрежения и совершения грехов Удаляют же ее просьбы о прощении и поминании Аллаха Сердце каждого, кто проводит в небрежении большую часть своего времени Эта ржавчина покрывает слоями, в силу чего ничто, познаваемое таким человеком, не может запечатлеться в его сердце в своем подлинном виде И он видит ложное в образе истинного, а истинное в образе ложного В результате истинное уже не принимается, а ложное не отвергается И это становится для сердца величайшим наказанием 18. Поминание, относящееся к числу важнейших благих дел, удаляет грехи, ибо добрые дела удаляют дурные 19. Если человек проявляет небрежение, устранить отчужденность, возникающую между рабом и его Господом, может только поминание 20. Слова восхваления и прославления, которые произносит раб, возвеличивая Господа, возносятся к его престолу и напоминают о том, кто их произносит, когда человека постигает несчастье 21. Если раб поминает Аллаха в благоденствии, голос его будет узнан и в случае беды 22. Поминание является средством спасения от наказания Аллаха 23. Как сообщил пророк, мир ему и благословение Аллаха Поминание становится причиной того, что на людей, которые им занимаются, не сходит спокойствие Их покрывает милость Аллаха и окружают ангелы 24. Поминание не позволяет языку поручить людей, распространять сплетни, лгать и произносить непристойные слова 25. Собрания, в которых поминают Аллаха, посещают ангелы Собрания же, в которых люди занимаются пустословием, посещают шайтаны 26. Человек, поминающий Аллаха, сам станет счастливым и принесет счастье своему собеседнику Ибо поминание является благословенным, где бы им ни занимались Что же касается беспечного человека, то из-за своего пустословия и небрежения Он сам находится в бедственном положении и навлекает беду на собеседника 27. Поминание убережет раба от горя в день воскресения, когда его постигнет бедствие за всякую встречу, во время которой он не поминал своего Господа 28. Поминание, которому плачущий раб станет предаваться в одиночестве, послужит причиной того, что Аллах укроет его в тени своего престола Когда многие другие люди будут находиться под палящим солнцем 29. Аллах дарует поминающему лучшее и здоровое им, тем, кто обращается к нему с просьбами 30. Поминание, легчайший и вместе с тем приятнейший и достойнейший из всех видов поклонения 31. Поминание является райским саженцем Ибо Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Для того, кто произнесет слова «Причист великий Аллах и хвала ему», в раю будет посажена пальма» 32. Запоминание даруется то, чего Аллах не дарует за другие дела поклонения 33. Постоянное поминание оберегает человека от забвения Аллаха, которое становится причиной бедствий в обоих мирах Поскольку приводит к тому, что человек забывает о собственной душе и ее интересах Об этом в Коране сказано так Не уподобляйтесь тем, кто забыл Аллаха и кого Аллах заставил забыть о самих себе Они нечестивцы Сура сбор, аят 19 34. Где бы ни оказался раб Аллаха и в каком бы положении он ни находился Поминание будет для него путеводной звездой Ведь если не считать поминание, нет среди дел поклонения такого, которым можно заниматься почти в любых обстоятельствах 35. Поминание является светом для поминающего в мире дольнем И останется для него светом и в могиле, и в мире ином Вот почему пророк, мир ему и благословение Аллаха, так настойчиво просил Господа не просто даровать ему свет Но поместить свет в его плоть, зрение и слух Окружить его светом и даже сделать светом его самого 36. Поминание относится к числу важнейших дел Если перед человеком откроются эти врата, то откроются и врата приближения к Аллаху Так пусть же человек очистится и войдет к своему Господу, у которого он найдет все, что пожелает 37. Поминание способно объединять разделенное и разделять собранное воедино Приближать далекое и удалять близкое Так оно может объединить сердце, волю и намерение человека Успокоить его и утолить его печали Как может рассеять собравшееся против него воинство шайтана Кроме того, поминание приближает к сердцу раба мир вечный, предстающий перед ним как нечто великое И делает в его глазах ничтожным мир дольней, удаляя его от сердца и языка 38. Поминание побуждает спящее сердце, которое ничего не приобретает, а в большинстве случаев только теряет, когда находится в подобном состоянии 39. Поминание подобно древу, плодами которого являются познания 40. Поминающий близок к тому, кого он поминает А это значит, что он тоже близок к нему и любит его, и будет оказывать ему помощь Ибо в Коране сказано Поистине Аллах с богобоязненными и теми, кто совершает благие дела Сура Пчелы, аят 128 Аллах Всевышний также сказал «Вот сказал он своему спутнику «Не печалься, ведь с нами Аллах» Сура Покаяния, аят 40 Таким образом, благодаря этому, поминающий получает большой удел А в одном из хадисов сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Аллах Всевышний сказал, я буду оставаться с моим рабом, пока он будет поминать меня» 41. Поминание – основа благодарности, ибо тот, кто не поминает Аллаха, не будет благодарить его 42. Достойнейшим из благочестивых перед Аллахом является тот, кто неустанно его поминает Ибо такой человек боится ослушаться Аллаха, а благочестие приведет поминающего в рай и спасет от огня 43. Только поминание может избавить сердце от черствости 44. Небрежение – болезнь сердца, лекарством от которой является поминание Аллаха 45. Ничто не способствует защите от наказания Аллаха и оказанию им милости в такой мире, как поминание 46. Поминание становится причиной того, что Аллах и ангелы начинают благословлять поминающих А тот, кого благословляют Аллах и ангелы, достигнет великого успеха В Коране сказано «О те, кто уверовал, поминайте Аллаха много и славьте его утром и перед закатом Он тот, кто благословляет вас, как и его ангелы» Сура Союзники, аяты 41-43 47. Пусть тот, кто желает поселиться в райских садах уже в мире дольнем, как можно чаще посещает собрания поминающих Ибо такие собрания и являются райскими садами 48. Собрания, в которых люди поминают Аллаха, являются и собраниями ангелов И нет в мире дольнем иных мест, где они собираются На что указывает содержание того хадиса, где сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Поистине есть у Аллаха ангелы, обходящие дороги в поисках тех, кто занят поминанием» 49. Аллах Всевышний хвалится поминающими перед ангелами «Передают, что Абу Саид Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал «Однажды Муавия подошел к кружку людей, сидевших в мечети, и спросил их «Почему вы сидите здесь?» Они ответили «Мы собрались, чтобы поминать всемогущего и великого Аллаха» Муавия спросил «И вы можете поклясться Аллахом, что вас заставляет сидеть здесь только это?» Они сказали «Мы действительно сидим здесь только ради этого» Муавия сказал «Поистине я попросил вас поклясться не потому, что подозреваю вас в чем-то» Дело в том, что никто из занимавших при посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, такое же положение, как и я, не рассказывал о нем людям меньше меня Но теперь я хочу сказать, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, подошел к кружку своих сподвижников и спросил «Почему вы сидите здесь?» Они ответили «Мы собрались, чтобы поминать Аллаха и воздавать ему хвалу за то, что он привел нас к исламу и даровал его нам» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил «И вы можете поклясться Аллахом, что вас заставляет сидеть здесь только это» Они сказали «Клянусь Аллахом, мы сидим здесь только ради этого» Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Поистине я попросил вас поклясться, не потому что подозреваю вас в чем-то Но ко мне явился Джибриль, мир ему, и сообщил, что Аллах хвалится вами перед ангелами» Содержание приводимого выше хадиса указывает на то, что Господь любит поминания И отводит ему особое место среди прочих дел поклонения Пятидесятое Все дела поклонения были вменены в обязанность людям, чтобы они помнили об Аллахе Который сказал «И совершай молитву, чтобы помнить обо мне» Сура Таха, аят 14 Передают, что в ответ на вопрос, какое дело является лучшим, Ибн Аббас сказал Поминание Аллаха Пятидесятое Лучшим из занятых любым делом поклонения, к примеру, постящихся или совершающих хадж Является тот, кто больше всех поминает Аллаха Пятьдесят второе Постоянное поминание Аллаха заменяет некоторые иные виды поклонения, например, милостыню или добровольный хадж, о чем говорится в следующем хадисе Передают, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал Однажды бедные мухаджиры пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказали Люди, владеющие большими богатствами, заняли все высшие ступени и обеспечили себе вечное блаженство Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил Что такое вы говорите? Они сказали, они молятся, как молимся мы, и постятся, как постимся мы Однако, они еще и подают милостыню, а мы нет И они освобождают рабов, а мы не можем делать этого Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил Так не научить ли вас тому, благодаря чему вы догоните опередивших вас и опередите тех, кто придет после вас И никто не сможет превзойти вас, если не будет делать того же, что и вы Они сказали, да, о посланник Аллаха Тогда он, мир ему и благословение Аллаха, сказал Прославляйте, восхваляйте и возвеличивайте Аллаха по 33 раза после каждой молитвы То есть произносите слова «Пречист Аллах», «Хвала Аллаху» и «Аллах Велик» 53. Поминание Аллаха в наибольшей мере способствует проявлению покорности ему, внушая рабу любовь к повиновению Аллаху и облегчая его для человека 54. Поминание всемогущего и великого Аллаха удаляет из сердца человека любые страхи, удивительным образом способствуя обретению спокойствия И поэтому для каждого, кто испытывает страх, нет ничего полезнее поминания 55. Поминание придает поминающему сил, благодаря чему он может делать то, чего не смог бы сделать, если бы им не занимался Передают, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Али и Фатыми Не научите ли вас тому, что будет для вас лучше, нежели слуга Когда будете ложиться спать, произносите слова «Аллах Велик» по 34 раза, а слова «Пречист Аллах» и «Хвала Аллаху» по 33 раза 56. Многократное поминание Аллаха служит защитой от лицемерия, ибо лицемеры поминают Аллаха мало В Коране сказано, а когда они становятся на молитву, то становятся неохотно, делая это на показ людям И лишь немного поминают Аллаха Сура женщины, аят 42